Добрый день! Я, Есенбулатов Амангиды Сакенович, родился 30 сентября 1966 года в селе Комсомольское Краснокутского района Саратовской области. Женат, имел двоих сыновей и дочку-невестку. Старший сын, инвалид детства, стал инвалидом от прививки, сделанной 7 месяцев. Вся надежда была на младшенького сына, но в нашей семье весной 2020 года произошла трагедия. 30 мая 2020 года на трассе автодороги Саратов-Озинки произошло ДТП приблизительно в 23.15-23.30, в которой погибли наши дети Исенбулатов Савлетом Ангельдыевич, 99 года рождения, и Ахмедова Аделина Маратовна, 23.05.2002 года рождения. Сын являлся действующим сотрудником УФСИН, а дочка студентка СГУ. На месте ДТП выезжал следователь Никаноров Сергей Владимирович. Было заведено дело номер 62-23. В результате столкновения автомашина, в которой находились дети, загорелась. В присутствии следователя извлекли тело сына и увезли в морг, а тело дочери забыли, не увидели. Ее обнаружили потом, при этом останки, фрагменты тела дочери оставили в машине. Я, как отец, хозяин автомашины, узнал о ДТП через третьих лиц на утро 31.05.2020 года, около 9 часов утра. Когда сосед привез меня на место ДТП, я увидел странную картину. На месте ДТП дежурили двое сотрудников ДПС. Они сказали моему соседу забрать машину с места ДТП. Хотя при таких авариях забирают транспортные средства на специализированные стоянки для проведения экспертизы. Что не было сделано. В этот момент я находился на месте ДТП и что-либо понять и сообразить не мог, так как находился в шоковом состоянии. Сосед организовал транспортировку машины на место хранения, где она находится и сейчас. При разгрузке с эвакуатора друзья сына обнаружили на пассажирском месте фрагменты тела дочери, дочери невестки сына. А именно тазовая кость, обе ступни в обуви. Далее сообщили моим родственникам, а родственники сообщили мне. Я лично выезжал на место хранения автомашины и видел фрагменты и брал их в руки. Затем позвонил в полицию и сообщил о найденных фрагментах тела. Перезвонив мне на телефон, полиция предложила привезти все обнаруженные находки в город Энгельс. Также нашли останки обгоревших документов. Исходя из вышеперечисленного, считаю действия полиции, а именно действия следователя Никанорова, халатными и неправомерными. Почему отдали машину под роспись другому человеку, не отправив на стоянку для проведения необходимой экспертизы? Второе. Почему не было тщательно осмотра на месте ДТП? Третье. Я в морге видел, что произвели трепанацию черепа и у сына, и у дочери на алкоголь. Но мне произвели необходимые экспертизы второго участника ДТП, такие как наличие алкоголя в крови, на наркотики и курение запретных веществ. И это, по моему мнению, является грубым нарушением со стороны следователя, который вел это дело. Прошло уже много времени с момента ДТП. Автоэкспертиза надлежащим образом не была проведена до сегодняшнего дня. У следователя, который вел это дело, постоянно были какие-то причины. На телефонные звонки он не отвечал и избегал встречи с адвокатом, мотивируя это тем, что он находится на дежурстве, то на выезде. А на вопрос, почему он не отвечает на звонки и не берет трубку, ответил, что телефон является его личным, и поэтому он хочет отвечает, хочет не отвечает. Уже написано много ходатач, жалоб на руководителя, в прокуратуру, а вот и ныне там. Отовсюду отписывается, что все ведется, но результатов нет. 4 декабря 2020 года должна была состояться аптоэкспертиза. Мне, как хозяина машины, об этом не сообщили. Узнал я это случайно от третьих лиц. На место приехал якобы эксперт. Я видел его до этого в страховой компании. Представиться и назвать, какую экспертную организацию представляет, категорически отказался. Автоэкспертиза в этот день не была проведена. После многих обращений и жалоб автоэкспертиза все-таки была проведена в апреле 2021 года. Можно сказать, ровно через год. Результаты экспертизы были сделаны в конце мая, но нас об этом никто не уведомил. Мы с адвокатом ждали, ждали и в середине августа начали интересоваться, кто же все-таки нас вызовет и ознакомит с результатами экспертизы. Ну, конечно, все понимают, что по истечению такого срока доказать что-либо сводится к нулю. И поэтому экспертиза сделала заключение со слов следователя, производившего осмотр места происшествия. А мы считаем, что следователь при осмотре составил протокол для того, чтобы быстренько свалить на погибших, так как их нет в живых. По-другому об этом я не могу сказать, так как следователь не увидел даже тело дочки, находившейся в машине на пассажирском сидении. Забрав тело дочки с пассажирского сидения, оставив фрагменты тела, тазовую кость и обе ступни в обуви. На вопрос, почему так произошло, следователь Никаноров ответил, что это не его вина, а вина сотрудников морга. Также при составлении протокола нет фото следов от шин, оставленных при перемещении машины перпендикулярно оси движения. Об этом свидетельствует разбортированное заднее колесо на Саньонге. Напрашивается мысль, что не в интересах следствия раскрыть истинные факты ДТП. Что это, личный интерес следователя или давление сверху, мы понять до сих пор не можем. На просьбу пусть нам эксперт объяснит, почему он сделал такое заключение, не доказав ни одного пункта ходатательства по экспертизе, следователь ответил, что в обязанности эксперта это не входит. А написать в заключении экспертизы неподтвержденные выводы это правильно, считает следователь, тем самым обвинив сына в совершении ДТП. Добрый день, меня зовут Рогожникова Екатерина Алексеевна. Я являюсь адвокатом и представляю интересы законного представителя, подозреваемого по данному делу погибшего при ДТП Есенбулатова Саулета. Как сказал уже мой доверитель, мы усматриваем огромное количество нарушений процессуального законодательства в ходе проверки. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В частности, основными фундаментальными нарушениями, как мы считаем, является то, что автотехническая экспертиза, которая и должна была определить механизм образования ДТП, виновное в ДТП лицо, она была проведена не ранее, чем практически через год после случившегося. Естественно, эксперты сейчас указывают на то, что никаких следов, которые позволили бы определить, механизм не осталось. Поэтому в основу берется постановление и протокол осмотр места происшествия следователя Неконорова. Но, как нам указывают сами эксперты, данный протокол уже составлен с нарушениями в виде того, что не все абсолютно замеры в нем указаны. Таким образом, в основу выводов экспертов положены формулировки именно из протокола осмотра, что не является специальными экспертными познаниями. Еще одним существенным нарушением является непроведение ряда обследований участника ДТП водителя автомобиля Сан Йонг. То есть мы не можем определить, в каком состоянии он находился в момент ДТП. В ходе данной проверки и в настоящее время уже в рамках возбужденного уголовного дела сменился ряд следователей. Позиция их всех сводится к тому, что данное дело подлежит прекращению именно ввиду смерти подозреваемого обвиняемого лица. Мы с этим категорически не согласны, поскольку мы считаем, что вина погибшего Есимбулатова ничем не подтверждена. И таким образом отсутствует состав преступления, который ему вменяется. В частности, в основу обвинения положен все тот же протокол осмотра и заключение эксперта, который также цитирует этот протокол. И объяснение водителя автомобиля Сан Йонг, который являлся очевидцем. Иных доказательств вины Есимбулатова, совершившимся, не имеется. Нами были направлены обращения и жалобы в правоохранительные органы и прокуратуру всех уровней. Но ни к чему это не привело. Поэтому настоящим обращением мы просим генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова взять наше обращение под личный контроль, дать указание ответственным лицам провести проверку и расследование уголовного дела и принять правомерное, основанное на законе, решение. По нашему мнению, дело должно быть прекращено по реабилитирующему основанию, а именно ввиду отсутствия в действиях Есимбулатова состава преступления.